приветствую всех на своем канале давайте сегодня с вами посмотрим расклад на тему равновесия хрупкое равновесие как сохранить баланс позиции вы видите перед собой выбирайте тайм-коды есть в описании под каждым видео описание моих услуг да и как можно ко мне обратиться на личную консультацию тоже написано по ссылке мои услуги под любым видео хочу сделать такую небольшую ремарочку и сказать не путайте пожалуйста близ консультации с обычной консультации да то есть близ консультации она рассчитана на 10 минут другой вопрос что я если в потоке я не укладывать здесь минуты я могу больше по времени чтобы они у меня вышли то есть они могут быть и 15 и макс 20 минут хотя указано 10 но если вы хотите консультацию на свои вопросы имейте ввиду что три вопроса на полчаса это стоит две с половиной тысячи если вы хотите 6 своих вопросов задать вот то это будет уже часовая консультация то есть часовой расклад в аудио формате он будет стоить 5000 поэтому не путайте консультации с блиц раскладами вот ну а мы с вами давайте приступим так отодвигаем эти позиции значит позиция номер один у меня зеркальное отражение поэтому я для себя наоборот ставлю слева направо первый вопрос что для вас баланс что значит для вас баланс баланс для вас это такая знаете четкая позиция между братья давать до когда присутствует некий расчет когда продумано когда есть определенная стратегия то есть баланс это больше акцент идет на логическое понимание то есть для вас это не энергетическое ощущение а это то что вы понимаете своей головой то есть сейчас я нахожусь балансе либо нет на самом деле понимание я бы сказала баланса у вас нету да здесь аркан луны то есть такое достаточно замутненное до понимание иногда бывает так что вы опираетесь на свою интуицию в плане именно баланса за понимание а иногда бывает так что вы опираетесь на логику то здесь четкого ответа сказать что вот что значит для вас баланс нету все как то так хочется сказать по обстоятельствам по ситуации нету вас четких границ на в плане того что вот сейчас допустим я там отдала столько и я предполагаю что я получу столько же взамен нет здесь вот все как-то не совсем понятно не совсем понятно я бы сказал так по обстоятельствам вот для вас баланс да это такая реакция ваша на ситуацию либо на взаимодействие с человеком по обстоятельствам четко сказать себе определите сказать что же такое баланс да здесь вы не совсем можете хорошо смотрим дальше следующий вопрос как обстоят дела сейчас присутствует ли у вас баланс ну сейчас вы как будто бы ограничиваете себя до сейчас здесь вы знаете научились на основе своего какого-то болезненного опыта до сдерживать здесь присутствует какой-то страх то есть возможно я могу предположить что раньше было все-таки что-то до того как вы стали королевой мечей да когда как-то вот больше отдавали сейчас произошло произошел какой-то вот болезненный здесь опыт разочарования возможно разочарование в людях возможно как-то вы повзрослели и стали смотреть по-другому то сейчас здесь больше как-то вот вы сдерживаете в себе энергию даете ее как-то дозировано да то есть здесь присутствует страх вот вы очень боитесь взаимодействовать как-то с людьми чтобы выйти выйти из своей какой-то гармонии у вас есть смотрите изначально да вот присутствует какое-то не совсем верное понимание что такое баланс и вам вот это вот состояние спокойствия и гармонии она дается достаточно сложно и поэтому вы для себя выбрали другую тактику которая говорит о том что на основе прошлого какого-то опыта и разочарования сейчас себя оберегаю оберегая вот от этих переживаний да не хочу очаровываться кем-то либо чем-то какой-то ситуации чтобы не было потом разочарований я выбрал позицию быть вот в золотой середине вот в этой гармонии да когда мне хорошо то есть если спросить сейчас что для вас есть баланс скорее всего больше будете опираться на свои какие-то ощущения вот на на интуицию мне хорошо после взаимодействия с этим человеком либо с этой ситуации если присутствует гармония да не обязательно даже чтобы вас наполняла вот если на душе хорошо спокойно на значит вы находитесь балансе если на душе есть какой-то осадочек да если что-то не нравится значит где-то да вы не знаем больше отдали возможно может быть наоборот мало кому-то что-то отдали то есть баланс здесь нарушен вы это понимаете по своим ощущениям насколько вы находитесь в гармонии вот для вас вот это вот гармония спокойствие какое-то вот душевное равновесие является критерием того что в балансе вы находитесь или нет но если вас спросить отдельно что же такое баланс вам сложно будет это описать потому что у вас нету понимания ваш главный критерий кроме логики да является интуиция а здесь в интуиции сложно как-то и и рационально объяснить так поэтому мы смотрели да как касты обстоят дела сейчас теперь давайте посмотрим а для чего вам нужен баланс и нужен ли он вам вообще вообще по жизни нужен ли вам баланс он дает вам какую-то стабильность уверенность в себе как-то стабильность нужен ли он вам хороший вопрос у вас есть такое понимание что если человек находится именно в гармонии и в балансе то признак этого будет изобилие то есть если в вашей жизни до всего достаточно если в вашей жизни идет в процветание в улучшение да то значит вы находитесь балансе и вам это нужно то есть ощущение того что балансе вы задумаетесь только тогда как то вам не не совсем комфортно когда может быть есть какие-то слова которые вас ранее да когда возможно вам кто-то что-то говорит либо что на что-то указывает и тогда вот вы как будто бы выходите из-за этого своего равновесия выходите из своего баланса а для чего но для чего вам нужен базу для того чтобы вот вы были в изобилии но все равно давайте уточню до чего вам нужен баланс для того чтобы вам было хорошо в каждодневном своем каком-то дне до в рутине вот именно ваше понимание баланса она связана как-то с эмоциями для того чтобы вы были наполнены для того чтобы вы ощущали себя не знаю счастливым что ли вот у вас какая-то привязка я говорю здесь не совсем верное возможно понимание баланса как это может выглядеть допустим если вам нравится человек и вам с ним хорошо вы можете отдавать этому человеку очень много вкладываться в этого человека очень много ресурсно и при этом это будет нарушение баланса потому что вы отдаете много а взамен можете не получать либо получать намного меньше но поскольку вам человек нравится для вас это считается окей норм если появится ваша жизнь и человек который вам не нравится вам приходится с ним взаимодействовать, вы ему можете отдавать вот прям какую-то мелочь, но при этом будете ощущать, что нет, здесь нарушен баланс. То есть здесь как-то измерение идёт на основе приятия либо неприятия ситуации или человека. То есть чисто как-то субъективно. Здесь нет объективных каких-то критерий, когда можно было бы сказать, что вот на основе этого я понимаю, нахожусь ли я в гармонии или нет. Что поможет вам найти золотую середину и придерживаться её? Что поможет найти золотую середину? Вот ещё одна двойка кубков. Я говорила неоднократно, в этой колоде есть очень много альтернативных карт, и двойки кубков здесь три. Поэтому что поможет вам найти золотую середину? Я бы сказала, ваше внутреннее ощущение наполненности. Знаете, вот когда... В принципе, здесь оно так и бывает, но вы как будто бы знаете, здесь в чём минус? Вы иногда достигаете вот это вот состояние баланса, да, но оно вам как-то даётся очень сложно. И вот когда вы достигаете этого баланса, вы за него цепляетесь. И не хотите как-то, не знаю, начинаете подстраивать под других людей, начинаете, может быть, где-то себе наступать, на горло, на свою песню, что-то такое делать, лишь бы, знаете, вот как-то быть вот в этой гармонии. Но это не совсем так. Здесь речь идёт о наполненности человека, когда у него энергия протекает через него, и нету нигде никаких зажимов, нету нигде никаких блоков, никаких препятствий. И от этого он ощущает себя счастливым. А здесь у вас такое ощущение, что есть блоки, и вам настолько сложно себя наполнить, что когда вы достигаете вот этого состояния, вы за него начинаете держаться. И когда вы держитесь, то, в принципе, аккумуляция не происходит внутри вас. И происходит утекание этой энергии, утекание этой гармонии. То есть чем больше вы держитесь за это состояние, тем больше вы его теряете. Вам нужно убрать какие-то зажимы, какие-то блоки внутри себя. Здесь у вас такое, знаете, вот ощущение, что вопрос изобилия, вот вам нужно над ним поработать. То есть понять, а что такое для вас изобилие. Потому что здесь такое ощущение, что вот изобилие – это что-то такое избранное. Это не то, что нас окружает, что вот мир действительно изобильный. То есть в нём есть абсолютно всё, что вам нужно достаточно этого пожелать и разрешить себе. А здесь такое чувство, что из-за того, что вы себе не разрешаете, у вас есть вот эти вот ограничения, блоки, о которых я говорила ранее, вы не замечаете изобильности. И здесь даже не то, что совсем не замечаете, а у нас какая-то, знаете, избирательная. В какой-то сфере, может быть, для вас присутствует это изобилие, а в какой-то сфере вообще вот вам кажется, что нету ничего, я ничего не вижу. И поэтому вы цепляетесь за то, что удержите. Здесь немножко перекос идёт. А в чём перекос? Давайте посмотрим. Вот ваше мировосприятие, да, вот Аэрофант выпал как раз-таки. В ваших каких-то убеждениях, в ваших каких-то взглядах. Что это за убеждения и взгляды могут быть? Ну, здесь есть иллюзии, которые нужно разрушить по башне. Что это? Ну, вот опять говорят, перерождение. Здесь, скорее всего, то, за что вы держитесь, оно идёт далеко из вашего прошлого. Здесь вам как будто, вы знаете, апгрейд не хватает, обновление какого-то. Здесь очень много устаканивавшихся каких-то мыслей, идей по поводу того, как устроен мир. Здесь не хватает обновления, каких-то новых взглядов. А здесь очень много установок, как надо, как правильно. Только они какие-то закостенелые, они какие-то устаревшие. Да, здесь вам надо по-новому взглянуть на мир, на Вселенную. Такое ощущение, что Вселенная там, я не знаю, на 2-3 века уже вперёд ушла, а вы всё равно как будто бы думаете как-то по-старому. Какие-то старые у вас убеждения, правила. Там, я не знаю, что... Я не знаю, заходишь в дом к незнакомому человеку, надо там здороваться. Если кто-то не поздоровается, то это не так. Это вот прям не совсем хороший человек. То есть если он невежливый, значит он... Вот здесь какие-то установки есть, понимаете? То есть мир меняется. Там, я не знаю, заходишь в автобус, да, уже нету такого, что старшему поколению уступает место, потому что так правильно. И вот здесь вот, ну то есть все равные. Неважно, там старый, молодой, женщина, ребёнок, беременный, все как будто бы равные. Ну вот такое время, в такое время живём. А у вас как будто бы понятия и правила прошлые остались. И вы очень сильно реагируете на это. И ваше вот это вот мерило, оно как раз-таки связано с какими-то прошлыми уже установками и правилами поведения, которые на данный момент не актуальны уже. Не просто они не актуальны для вас, а мир просто изменился, люди изменились, правила изменились. И это не важно, хорошо или плохо, просто это факт. И вот из-за этого вы как-то страдаете здесь, получается. Мы сказали, да, как вам найти золотую середину, то есть проработать в себе. Вот здесь вот прямо перерождение, аркан перерождения. Надо заново родиться. Надо заново перепроверять все ваши установки, все ваши убеждения, то, во что вы верите. Здесь надо пересмотреть полностью ваше восприятие мира. Сейчас я говорю абстрактно, но мне не приходит какой-то вот конкретный пример, кроме того, что вот я, допустим, вам уже сказала. Здесь надо конкретную ситуацию брать и пересматривать, как она развивается. Сейчас абсолютно другой мир. Другой мир, другие люди, другие ценности, другие понятия. А у вас почему-то остались понятия какие-то прошлые. Давайте я просто вытащу две-три карты. Не знаю, как-то вот здесь разбитое сердце. Здесь нужно завершить. Понимаете, вы как-то своей травмой, травмой детства, может быть, травмой прошлого, либо жизненный какой-то опыт, вы их переносите на сегодняшний день. Здесь по аркану мира говорят о том, что нужно завершить это. Как раз-таки нужно прийти к единению. Единению с собой, и тем самым вы как будто бы, соединяясь сами с собой, вы откроете контакт с высшими силами. И тогда вот вы новыми глазами смотрите, сможете увидеть вот это вот изобилие. Как устроен мир, как он изменился. Ну, для этого надо вот в себе как-то соединить, прекратить внутри себя бороться. А у вас идет вот эта вот борьба. Я же говорю, вы не случайно как-то вот по ситуации реагируете. Такая вот у меня была для вас первая позиция. Так, сейчас я соберу карты. Оставим их. В колоду я их не положу. Если понадобится, возьмем другой колоду. Так, это у нас была с вами, сейчас найдем аркан мира. Позиция номер один. И мы с вами переходим к позиции номер два, красненького камешка. Так, смотрим. Двоечки. Что для вас баланс в жизни? Удовольствие. Удовольствие, наслаждение, радость, хорошее времяпрепровождение, вот легкость какая-то, да? Ощущение, когда я нахожусь в потоке, когда я нахожусь в единении с высшими силами, когда нет боли, скорби, разбитого сердца, когда есть такое легкое общение, взаимопонимание, когда присутствует праздник, доброта. Какие-то такие, знаете, чистые энергии, состояния. Очень хорошие, светлые. Так, смотрим дальше. Как обстоят дела сейчас, вот в плане баланса? Сейчас вы идёте вперёд, но как будто бы с оглядкой назад. Почему? Потому что здесь произошли у вас какие-то изменения, и вам пришлось повзрослеть, быть как-то более стабильным человеком, научиться проживать в моменте здесь и сейчас, и быть ответственным. И на основе этих качеств выстраивать своё взаимодействие с другими людьми. На основе именно ответственности, какая-то вот здесь взрослая позиция появилась. На основе этого, на основе ответственности, границ, умения договариваться, умения обсуждать. У вас выстроилось понимание, что значит баланс. То есть это не что-то одно такое конкретное, а здесь именно то, насколько вы соблюдаете границы другого человека, и человек соблюдает ваши границы, насколько вы можете договариваться, обсуждать. Такая хорошая взрослая позиция. При том, при всём, что изначально здесь говорилось о том, что баланс для вас это лёгкость, обновление, где нет боли. Но я не уверена в том, что когда присутствует император, где он может как-то проявить себя, где-то настоять на своём, может быть переубедить, что здесь не может быть разбитого сердца. Но вот как-то так у нас вышло. Для чего вам нужен баланс? Примерно так же, как и в первой позиции. Для того, чтобы ощущать эмоциональную стабильность. Для того, чтобы вас не выбивало почву из-под ног. Для того, чтобы всё было по справедливости. При этом вы как-то балансируете какую-то дистанцию. Придерживаетесь какой-то дистанции. Хотя, мне кажется, у вас это не всегда получается. Всё равно иногда какой-то внутренний ваш ребёнок, он всё равно даёт о себе знать. То есть где-то вы как-то поступаете всё равно, вот как по тройке кубков, очень легко, может быть, мечтательно. Всё равно впадаете в какую-то иллюзию. То есть для вас баланс – это что такое серьёзное, стабильное по императору, а вы всё равно где-то проигрываетесь, как незрелый ребёнок о чём-то мечтающий, фантазирующий, ожидающий чего-то такого. Хорошего, правильного, чистого, открытого в вашу сторону. Скорее всего, здесь баланс нужен не столько для вас, сколько для вашего внутреннего ребёнка. Как это так? Хорошо, смотрим. А что поможет вам найти золотую середину? Но здесь золотая середина нужна будет только в том случае, когда вы начинаете общаться с другими людьми, когда вы хотите заявить о себе, это королева жезла, когда вы хотите показать себя, когда вам нужно как-то взаимодействовать с другими людьми. Что поможет найти золотую середину? Что ещё поможет найти золотую середину? Дальнейшее движение. Здесь, знаете как, как говорится, дорога начинается под ногами идущего. Вот здесь у вас так. В процессе, когда вы начинаете двигаться, когда вы начинаете о себе заявлять, себя проявлять как-то в социуме, там вы по ходу, хочется сказать, уже разберётесь. Но здесь очень важно, чтобы не было каких-то сомнений, чтобы вас не одолевали сомнения. Так, хорошо. Что ещё поможет найти золотую середину? Когда вы прислушиваетесь к своей душе, когда вы прислушиваетесь к своему сердцу, когда вы не осуждаете себя, когда нет критики, когда нет боли, хитрости, обмана. То есть, по сути, когда вы искренне, и опираетесь исключительно на себя, и становитесь таким достаточно стойким человеком перед какими-то трудностями, сложностями. То есть, у вас есть определённая система ценностей, и вы на неё опираетесь. То есть, вы не сходите с своего пути. То есть, то, во что вы верите, вы этому и придерживаетесь. По крайней мере, здесь это надо. Потому что здесь как будто бы основной аркан, это двойка мечей, когда в вашей голове начинают появляться сомнения. Правильно ли я поступаю, неправильно ли я поступаю, либо по двойке жезлов. Что нужно выбрать, а как нужно выбрать. То есть, с одной стороны, моё сердце хочет мечтаний, каких-то фантазий, лёгкости, детскости. А с другой стороны, как будто бы присутствует этот император. Мне надо же как-то по-взрослым себя вести. А мне в душе хочется по шуту. Лёгкости, наполненности, удовольствия, какого-то праздника. Но когда этого нету, и наступает что-то такое серьёзное и стабильное, это причиняет вам... Вы как будто бы ранитесь об этом. Поэтому двойка мечей, это вопросы, сомнения. Когда они начинают всплывать, тогда вам как-то вот не совсем комфортно. Так, это у нас была вторая позиция. Тоже соберём. И сегодня такой получится небольшой расклад. И перейдём к позиции номер три. Зелёненькому камешку. И смотрим, троечки вас, что для вас баланс в жизни. Что для вас баланс жизни. Ой, но это очень трудно. Да, то есть десятка жезлов здесь говорит сама за себя. Это когда очень много обязательств, должествований, какие-то трудности. Трудности, сложности. Причём в эмоциональном плане. То есть это всё как-то, знаете, чтобы это на равных было. Это я должен всё просчитать. Это очень... Для вас это очень-очень сложно, как-то поддерживать этот баланс. Да, то есть давать в ровной степени столько, сколько вы берёте. Это вот какая-то нагрузка, что ли. А почему? А почему? Ну, потому что вы начинаете очень сильно переживать за этот счёт. Потому что это приносит вам... Знаю, здесь такое ощущение, что эти эмоции, вы опустошаетесь как будто бы. То есть когда вы задумываетесь о том, что вот всё должно быть справедливо, в ровной степени, да. Вот сколько отдаю от этого конкретного человека должен и получать. То есть здесь вот эти вот заморочки, они вас опустошают. Для вас это понимание достаточно такое дискомфортное и сложное. Как обстоят дела сейчас? Сейчас у вас происходит процесс обнуления, начало чего-то нового, да. То есть вы здесь избавляетесь от каких-то своих страхов в плане семьи, и в плане стабильности, и в плане финансов. И движетесь вперёд. Может быть, здесь кто-то как раз-таки от чувства вины тоже избавляется, либо от какой-то тревожности, от переживаний. Здесь такое ощущение, что, может быть, вами манипулировали на основе вот этого чувства вины, что ты кому-то должен. Поэтому вот для вас справедливость – это вот какой-то сложный вот этот момент, должествование. То есть я должен, ты мне помог, я тебе тоже должен помочь. Ты мне, я тебя пригласила на свою свадьбу, и ты мне подарил там подарок, не знаю, в 50 тысяч рублей, и значит, я тебе тоже в равной степени должен столько подарить, а у меня столько нет. То есть вот эти вот моменты, они для вас очень трудные, сложные, и они вызывали как раз-таки тревогу, беспокойство какое-то. Но сейчас происходит обновление, вы как-то вот по-новому взглянули на это. Как будто вы выстраиваете какую-то другую базу, которая поможет вам более проще, легче двигаться к своим целям. Здесь как будто бы пересмотр, расширение вашего сознания произошло, новое, какое-то новое веяние, как-то по-другому взглянули на ситуацию. Не то, чтобы по-новому, а что-то, как-то вот иное, что-то, я не знаю, что-то произошло, и возможно, какие-то новые мысли пришли в вашу голову, то, что ранее вы не думали. Как-то новый взгляд здесь произошел. И вот это вот обновление, оно помогло посмотреть вам на ситуацию по-другому, что, окей, если мне кто-то делает что-то, это потому, что он хочет. Это не обязательно, что тем самым он меня обязывает, чтобы я ему вернул с торицей, да, то есть здесь, возможно, появились такие взгляды, что, окей, взаимодействие между людьми, вот этот баланс брать, отдавать, он не в стопроцентном соотношении, вот сколько мне, да, сколько я даю человеку, столько и он мне. То есть, может быть, вы кому-то вложитесь на сто процентов, взамен не получите столько, но вы получите вот эту вот свою сторицу, да, сто процентов, от другого какого-то человека. Здесь какие-то такие взгляды новые появились. Для чего вам нужен баланс? Ну, вам легче так двигаться по жизни, да, коммуницировать, общаться, да, для вас это вот гармоничная, гармония какая-то такая, знаете, когда я четко знаю, да, кому что, что, как. Хорошие счета, да, делают хорошие отношения, хорошую дружбу, да, то есть, когда все прописано, дружба, дружба, а служба, служба. Вот здесь какое-то такое ваше понимание, тогда мне вот спокойно, когда все-таки, все четко прописано, все четко проговорено, вот, тогда мне хорошо, вам как будто бы на работе, так в социуме, на работе, в социуме проще жить. Баланс дает вам шанс, новое начинание на то, чтобы выйти как раз-таки из состояния какого-то ожидания, да, когда ничего не развивается, то есть, здесь как будто бы вам дается шанс постоянно находиться в движении, чтобы не было вот этих качель, когда что-то происходит, а потом ничего не происходит, да, то есть, здесь какое-то развитие. Что поможет найти золотую середину? Непосредственно аркан умеренности, а это золотая середина. Это золотая середина. Ну-ка, уточним ее, о чем здесь, что поможет найти золотую середину, справедливость, понимание причин следственных связей. Причем здесь, смотрите, причина следственной связи в глобальном масштабе, да, то есть понимание, как устроены законы вселенной. Они не всегда так, что вот ты мне, а я тебе. Еще раз повторюсь, скажу, они могут идти законы по-разному, то есть вы помогли какому-то ребенку, допустим, на улице, и через какое-то время вашему ребенку тоже кто-то помог, но не тот человек, которому вы помогли. То есть здесь пути могут идти по-разному, причем это может, помощь, она может быть ресурсами разного формата. Это может быть время, это может быть какая-то поддержка, это может быть моральная помощь, не только физическая, либо финансовая. Это какое-то доброе слово, может быть, когда у вас не очень хорошее настроение, вы идете по улице, и вам кто-то улыбнулся, либо кто-то подарил цветок на улице, просто так, либо, я не знаю, заходите в метро, а там нашли билет, на котором можно проехаться, либо вам кто-то дал. То есть вот вы стали смотреть намного шире, то есть здесь не то, что межличностные отношения в плане дашь на дашь, а более широко, более масштабное здесь восприятие у вас появилось. То есть понимание законов и как все устроено. это вот и помогает вам быть более стабильным, да, и принесет те финансы, которые вам необходимы. Здесь вам нужно понимать, что вам не нужно ожидать, там, не знаю, помощи, поддержки, а тех людей, в которых вы вкладывались. Здесь наверняка помощь и поддержка, она будет приходить откуда-то и с других, да, причем не сразу, но из каких-то других источников. И не надо вам держаться здесь за что-то, да, то есть я боюсь как будто бы потерять то, что я уже накопил. Здесь надо двигаться, двигаться, все время находиться в движении. Вот такая у меня была и третья позиция, я уже собирать ее не буду. Попрощаюсь с вами, благодарю за то, что вы остаетесь со мной, да, что продолжаете смотреть меня на этом канале в формате не совсем привычный для моего канала, но это временное, да, я уже сказала, до Нового года примерно. Напоминаю, что на выходные пройдут очередные, очередные блиц консультации, приходите, а я с вами прощаюсь, до новых раскладов, всем пока-пока!